так дима бамберг снова с цветами снова не про оксимирона конечно нет песня плачь мне вслед скобочках потому что вагобунт распался зафильтрованная удар к сходу прикольно за вокал тревожный немножко как во сне гаснет свет плачь мне вслед падает снег как во сне гаснет свет плачь мне вслед глаза промокли вине ночи длинней я бился до конца но ты точно сильней я виноват я заслужил слаба вырывались как из матраса пружины ничего не происходит часть 2 осколки в пакет фотки в камин я ухмыляю слюна твои шмотки бензин и все панаты да в этот момент представляют как шок обливает бензином футболку аэм рашин грамм кит вот это все ладно эту шутку может шутить вечно разгонять вот меня часто упрекают потому что мне не нравится альбом фунт вот это трек который идеально бы туда вписался он скучный в нем одна музыкальная мысль она примитивная до невозможности а дима бамберг не настолько универсальный солдат как ему кажется он классно читает рэп вопросов нет у него хороший разговорный голос который он интересно применяет то есть когда ты слушаешь диму бамберга тебе интересно он хороший рассказчик в интервью он прекрасный гость но во первых он не умеет петь и когда он начинает петь все его внимание сконцентрировано на том что надо спеть и он весь собирается вот так вот я пою и пропадает нахуй все хорошее что есть его голосе пропадает тембр пропадает живая интонация пропадает эмоция пропадает клевое чувство ритма у него классный ритмик он кочевый такой грубовый очень всего нет когда он вся его башка занята тем что он поет у у него в голове когда он делает треки типа вот этого плачь мне вслед альбом ахунт у него в голове две мысли которые вытесняют собой все во первых он поет во вторых он поэт все больше мыслей в его голову не вмещается в этот момент поэтому он как будто так упивается своей поэтичностью и своей взрослостью вот смотрите я вам сейчас докажу я уже не рэпер я инди-рок делаю да при этом это трижды пережеванная инди-роковая кашица которая ничем не отличается от всех остальных представителей этого жанра если ты выделялся на фоне рэперов тем что умел классно делать рэп собственно то это не значит что можно в 40 лет прийти в новый для себя жанр и ты там будешь также интересен тут те надо как бы догонять тут у тебя нет статуса у тебя нет опыта у тебя нет стажа тебе надо с нуля осваивать то что нынешние там звезды этого жанра осваивали по 20 лет у тебя этих 20 лет нет значит ты либо неизбежно им проигрываешь либо компенсируешь чем-то еще вот вопрос чем еще может компенсировать дима бамберг в этом треке текстом песни про несчастную любовь с кованым и неловким пением что в нем есть здесь кроме смешных не очень гетеросексуальных отсылок на оксимирона то есть он потерялся он отказался от того что ему давалось что у него получалось но ему не нравилось это его право безусловно но вот он пришел в сферу в которой у него нет хороших исходных данных и он просто проигрывает конкуренцию он не понимает как функционирует эта музыка из-за чего его треки дико скучный потому что одна примитивная музыкальная мысль растягивается на несколько минут композиции он думает что ему музыкальности видимо добавляет то что он периодически затыкается и такая же скучная музыка играет уже без голоса в этот момент становится еще хуже в этот момент должна появляться какая-то еще музыкальная мысль какой-нибудь то есть либо инструментал должен быть сам по себе интересно либо в него надо добавлять что-то что удерживает внимание слушателя потому что убираешь голос как самый яркий раздражитель внимания как то что привлекает к себе слух потому что мы заточены на то чтобы воспринимать речь уходит голос и вместо него остается вегетарианская такая вот травоядная подложка из разряда вот она не мешает она не помогает но она не мешает просто выполняет свою функцию ни хуя то есть вообще ни хуя ну скучно и вот идет этот проигрыш он идет вечность не про оксимиронов не про оксимиронов не про оксимиронов расскажи всем какой я я привыкну в роли врага падает снег как во сне гаснет свет мочный след падает снег как во сне тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан а теперь представьте себе альбом такого вот почему я не люблю альбом hunt потому что вот так про живого человека не остается слишком много его внимание сфокусировано на том что вот надо быть музыкантом надо петь тима ты не музыка то есть важная мысль которую можно понять на примере дима бамберга это на примере скрипта не то можно увидеть и вообще огромного количества артистов есть в жизни рэпера такой страшный момент когда рэпер убеждает себя в том что а теперь я буду делать музыку рэп это слишком низкий жанр чтобы вместить мой гений я теперь музыка в этот момент он начинает делать в четыре раза более постную примитивную хуету обычно потому что как-то в сознании так замещается что раз по умолчанию я теперь музыку делаю то в целом можно как-то и не запариваться и не изъебываться потому что видимо в мозгу этих рэперов работает так рэп жанр примитивный и чтобы выделиться среди других рэперов надо заебываться надо какие-то фишечки придумывать какие-то там в инструментах скриптонит когда делает рэп биты они гораздо интереснее чем его музыка с позволения сказать они начинают стараться что-то изобретать чтобы выделиться на фоне общей массы они решают что они музыканты они начинают делать просто ну типа вот дрочиво по квартоквинтовому кругу там есть если у тебя гитарки будут стреки это будет просто в лучшем случае минорная пентатоника кирк хэммет такой сидит это мой мальчик этот последний ученик сатриане а у него зато учеников пол планеты им кажется что сам хэштег само название сам заголовок я музыкант что-то оправдывает нет также надо заебываться также надо принимать решение только теперь ты конкурируешь не с рэперами теперь ты конкурируешь с другими музыкантами с людьми которые всю жизнь этим занимаются чем ты со своим бэкграундом собираешься на их фоне выделиться хороший вопрос спроси себя дважды рэп это не до конца музыка нечто другое рэп это не совсем музыка то есть это поджанр музыки но есть такое разделение по крайней мере в русскоязычной среде оно принято и устоявшиеся что есть рэпер и есть музыкант и рэпер очень любит я не рэпер я музыка и вот с ним и бамбергом происходит это вот вот серьезно вот скриптонит вот группа скриптонайт это четырежды пережеванная постная кашица и вот это вот вот это вот пример почему когда рэперы верят то что они музыканты полный пиздец происходит а бывает вот и вопрос в чате а бывает что музыканты лезут в рэп и делают говно постоянно у меня была реакция на трек группы нервы где же не мельковский прости господи вот он хороший трек хороший трек гитарный риф прикольный а потом он наваливает рэп ося у музыкантов другая история музыканты убеждены в том что но они по умолчанию боги а рэп опять же это низкий жанр и типа ну любой так может любу постоянно слышите по вот треки как маргенштерна любой может делать ну блять сделай сделай что-нибудь что будут слушать десятки миллионов людей давай и в этот момент почему-то сдуваются ну я не хочу нет 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 но я могу я могу тебе так уебать но не буду и музыканты думают рэп это так просто что это кто угодно может делать и поэтому если ты решил вставить рэп куплет свою музыкальную песню то можно не стараться можно просто и нога его то типа наговорить так с ритмическими акцентами такая хуета получается вот послушайте реакцию на нервы где вот жене мельковский это делает то есть вот эти вот устоявшиеся стереотипы что ради рэпа не надо стараться блять опять же когда же не мельковский начинает читать рэп он должен себе отдавать отчет что он десятки лет совершенствовался в своем деле а тут он приходит на то поле на котором другие люди десятки лет совершенствовались и они ему тоже хуёв панамку напихают это же типа 10 раз подумай надо ли не ладно дима маликов не обсуждать вот дима маликов на фите с хованским рэпосян навалил что надо дима маликов супер профи а чаще всего вот эти вот трансфер между мирами они очень неудачны видим бомбер прекрасно показывает почему и он дальше начинает бомбить у него часто он в дима бомберга превращается потому что такой тупые фанаты рэпа хотят от меня шелка хотят чтоб вернулся шелка когда будет шелк потому что они слишком примитивно им лишь бы мамку ебать вот это все они не могут воспринимать более взрослую музыку они поэзию не воспринимать да нет просто шок интереснее просто как шок когда ты делаешь рэп ты находишься на своем поле где ты компетентен где ты интересен а тут ты сорокалетний мужик который пару лет назад открыл для себя этот жанр и ты находишься на том уровне на котором находится 17-летний который вот лет в 13 для себя такой музон открыли и вот годам к семнадцати нарастили какой-то скилл только им 17 а тебе 40 это как бы по-разному воспринимается а